Если человек неправильно живёт, у него появляются какие-то болезни. Но представьте, если человек находится в стрессе. Стресс означает длительное тяжёлое состояние. То болезни, несомненно, очень сильно и активно развиваются в организме в это время. Все заболевания человека находятся внутри семи слоёв психических. Это как матрёшка, один слой к другому. Один самый поверхностный слой отвечает за кожу, и он идёт внутрь же, этот слой, отвечает за слизистые оболочки организма. Следующий слой, более глубокий, отвечает за сосудистую всю систему. И также отвечает за сосуды внутренних органов, внутренний листок, и снаружи листок, и внутренний листок. Следующий слой отвечает за мышечную систему, связки, сухожилия. И внутренний листок отвечает за мышцы органов и сосудов. Следующий четвёртый слой отвечает снаружи за жировую ткань человека, а внутри за ткань всех органов. Следующий листок отвечает за кости всех в организме. Есть кости, как бы внешний листок, это кости рук, ног, а есть внутренний, это кости позвоночника и черепа. Следующий листок психически отвечает за нервную систему. Это шестой уже по счету. И седьмой отвечает за гормональную функцию, самый глубокий. Все же они связаны с психикой. Самый наружный листок психически связанный с кожей, он несет в себе энергию мысли. Глубже листок психически идет, несет в себе энергию эмоций. Еще более глубокий мышечный, то, что связано с мыслями, несет в себе энергию воли и желаний. Еще более глубокий листок несет в себе энергию настроения человека. Еще более глубокий, связанный с костной системой, несет в себе энергию концентрации внимания. А ещё более глубокий, связанный с нервной системой, несёт в себе энергию счастья и страдания. А ещё более глубокий листок, связанный с гормональными функциями, несёт в себе энергию позитивизма или негативизма. То есть позитивизм — это самое главное, что должен человек культивировать в себе в жизни. И вера означает верить только в свет, в светлое. Вера не означает верить в построить дом, построить себе, купить машину. Вера означает, что я верю в что-то очень возвышенное, чистое, светлое. Хотя построить дом — это тоже вера, но неправильно сформировано. Есть высшие цели жизни, есть жизненно важные цели, есть важные, есть временные. И высшая цель жизни — это постичь себя как душу, свою вечность постичь и других людей также. И понять, есть Бог или нет — это высшая цель жизни. Ради этого человек живёт, он родился на свет ради этого. Есть жизненно важные цели — это развитие, это здоровье. Человек должен изучать, как жить правильно. Вот вы для этого сюда пришли. Это жизненно важная цель, без этого невозможно жить. Развитие здоровья, без здоровья невозможно жить. Жизненно важной целью является выполнение своих обязанностей в обществе. Если ты их не выполняешь, общество тебя не извергает. Ты садишься в тюрьму, там, ещё что-то. То есть не можешь нормально функционировать. И жизненно важной целью является работа над собой. И самая важная цель в жизни — работа над собой. Не над своими родственниками работа, а над собой. Хотя мы людям работаем над другими в основном. Есть важные цели — получить образование, найти себе жильё, получить работу. Но это просто эти цели важные, но без них можно прожить. Можно прожить без работы. Можно люди живут без работы. Многие в монастырях живут, там, или просто по подаяниям. Можно прожить без работы. Можно без образования прожить. Можно некоторые живут просто, а не по наитию как-то, без образования. Можно прожить без квартиры. Вот у меня нет своего жилья до сих пор. Можно, нормально живу, ничего. Живой, здоровый, вроде всё, хорошо. Это важная цель, но не жизненно важная. Все мобильные телефончики выключаем, потому что один такой звоночек, и внимание всего зала отвлекается, всего зала абсолютно. Давайте, пожалуйста. Вы хотите получить какое-то знание от меня. Для этого мы должны иметь взаимность с вами. А взаимность с вашей стороны означает выключить мобильный телефон. Я пока вас ничего, ни о чем другом не просил. Пожалуйста. Иначе не будет лекции. В самый нужный момент вы можете проэкспериментировать. У вас зазвонит телефон, но это нам помешает читать лекцию. Вы скажете, что Олег Иванович, это ваша тяжелая судьба продолжается. Это факт. Я согласен с вами. Но в данном случае моей тяжелой судьбой становитесь вы. И ваша любовь ко мне облегчает мою тяжелую судьбу. Не слышу. Блин, блин. Вот этих не слышу звук. Сейчас по-другому включается уже, да, телевизор? И так существуют три основные психические структуры. Есть разум, который управляет наши цели жизни. Он дает уму энергию счастья. Ум наполняется счастьем, наполняет все органы системы счастьем. И есть ощущение себя как личности, которая или слушается разум, или не слушается одной из двух. Если она слушается разум, значит, она идет путем света и счастья. А если не слушается, значит, идет путем своих ошибок. Человек, который слушается разум, верит в старушек, верит в Бога, верит в священное писание, верит в мудрость. Человек, который не слушается разум, верит в себя. Как молодые мы были, Как искренне верили, Как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, И всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, Постарайся себя не терять. То есть, когда человек верит в себя, он все теряет вокруг. Причина заключается в том, что это не способ жить верить в себя. У нас внутри, вот здесь, вот там, где находится душа, вокруг души находится такой слой психический, который на санскрите называется «Мохабхага». На русском можно сказать «глубинная память». Или это слой такой психический, в котором содержатся все наши желания и поступки. И душа, это я, смотрит на мир через этот слой. Допустим, плохие желания вышли наружу, и плохие поступки я вижу по-другому в этот мир. Вот, допустим, у меня, правда, такое хорошее настроение сейчас. Я давно хотел в Красноярске лекции посчитать, мне здесь нравится. Вот, и вот женщина заметила, почему-то. Наверное, причина в ней. Ну, то есть там она сидит, смотрит из своей, ну, из себя. То есть вы же душа. Вот, и она смотрит, и, наверное, у нее сегодня что-то не получилось, не знаю, что-то такое. И она смотрит, Олег Геннад, что-то плохого настроения, микрофон, иммунитарный. Ну, я дедушку не бил, я дедушку любил. Ну, то есть у меня совсем другое настроение. Простите, пожалуйста. Все так говорят. Итак, мы можем по-разному видеть этот мир, можем ошибаться. Это факт. Я тоже, наверное, ее неправильно понял, эта женщина тоже ошибается. Мы часто ошибаемся в этом мире, и мы должны это знать. Не надо доверять своим ощущениям, вот в том плане, кто плохой, кто хороший. Это называется двойственность. Не надо доверять слишком сильно этому, потому что это приводит к поражению в жизни. Допустим, тебе человек не нравится, это не значит, что он плохой. Просто у тебя с ним какая-то несовместимость, и все. Какой-то конфликт идет внутренний. Ну, это не проблема. Главное, куда человек нацелен. Если он к добру, нацелен на доброе, на что-то, он хороший. А если надо на плохое, ну, плохое означает жить для себя. В Священное Писании говорят все причем. А хорошее означает жить для других. И для Бога. И для природы. То есть есть разные проявления не для себя. Можно просто заботиться о природе, можно заботиться о том, чтобы законы высшие сохранять, Священное Писание изучать, там, их людям давать знания, высшие знания нравственности, нравственное образование. Значит, заботиться о Боге, служить Богу. И заботиться о людям можно, помогая людям, чтобы они были счастливы, чтобы они не болели, не страдали. Это называется жить не для себя и жить счастливо. Потому что это приводит к гармонии с миром. А когда человек заботится только о своих проблемах, о себе, то он страдает. У Души есть три энергии или три желания, три силы основные. Первая сила называется энергия Любви. Она находится в области сердца. То есть у нас есть три центра разума. В области лба, в области сердца, в области паха. Три центра разума у человека есть. Соответствуют трем энергиям души. Первая, главная энергия, энергия Любви. Она находится в области сердца. Кто считает, что Любовь находится в другом месте? Поднимите руку. Потому что современная психология как-то начинает намекать людям, что центры Любви находятся ниже, чем сердце. И что если там гармонии нет в этом центре Любви, то тогда жить незачем человекам. Потому что там же Любовь находится. И если нет гармонии, Любви нет. Все. Такая философия. Это безумная философия, разрушающая жизнь. Любовь находится в сердце. Или нет? Ну это же можно подводить. А где доказательства, Леонид Иванович? Доказательства в сердце. Это же все чувствуют. Где находится Любовь? Кто не чувствует, поднимите руку. Ну честно. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так убить. Так или нет? Согласны с ней с ним? Согласны. Дальше. Следующий центр разума управляет энергией знания. Она находится в области лба. Это центр знания. Нужно знание каждому человеку. Жить без любви не могут любить. Мы не можем жить без любви. Это энергия души. Это то, на чем мы живем. Та, где любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Да? Хорошо, когда мы любим. То есть, потому что душа хочет любить. Это вечное желание наше. Мы вечные души, наше вечное желание любить. Ну, и знание тоже нужно. Ну, что сказать? Ну, что сказать? Устроены, как люди желают знать. Желают знать. После банки хочется. Желают знать, что будет. Так? Ну, может быть, без знания. Ну, как? Вот на лекцию для этого все пришли. Что он там хочет сказать? И третий центр разума находится в области паха. Там находится желание жить. Мы все хотим жить. Каждый человек хочет жить. Итак. Желание жить, оно одинаковое, и у мужчин и у женщин. Каждый человек все хотят жить. Одинаково. Или у женщин меньше. А, у женщин больше хотят жить. Не согласен. Одинаково. Мужчины, кто считает, что это неправда, что у женщин больше жить хотят. Поднимите руку. А у мужчин не согласны. Понимаете? У мужчин меньше на это лекция, чем у женщин. А, у женщин больше хотят жить. Давайте проголосуем. У женщин больше хотят жить. Голосование принято. Ну, ладно. Шутите, это хорошо. Итак. Все хотят жить одинаково. Но, вот если говорить о любви и знании, то я вам расскажу кое-что интересненькое. Когда душа в своем желании жить определяет, что главное в ее жизни — это гармония с этим миром, любовь, близкие отношения с этим миром, тогда в этом случае ее тонкое тело формируется интересным образом. Вот этот канал психический и донади усиливается очень сильно. Возрастает его силы. И поэтому грубое тело формируется нежным, чувствительным. Чувства все обостряются. Эмоции обостряются. Желания обостряются. Какое тело развивается? Женское тело развивается. Если душа хочет знания, хочет разобраться во всем, победить свою судьбу, добиться своего жизни, то чувства становятся твердыми. Тонкое тело становится крепким, волевым, сосредоточенным, сильным. Какое тело развивается? Мужское. Опять женское. Куда-то в этом крестьянном полотце. Чувствуете? И усиливается с правой стороны психический канал, который называется пингалонади. Канал с правой стороны психический, он связан с мужским началом. Правый полушарий человек, правый глаз, правое ухо на тонком психическом плане имеет мужскую природу. Каждый человек. А левая сторона — тело женское. И у женщины с левой стороны психическая энергия активнее в три раза, у мужчины с правой стороны. Женское тело и психика отвечают за близкие отношения, отвечают за любовь, гармонию, нежность в отношениях во всем. Мужская половина жизни или мужское начало. Мужское тело отвечает за стабильность, силу, волю, храбрость, ответственность, устойчивость жизни. Любовь неустойчива по природе, она очень чувствительна. Очень ранимые, очень ранимые, очень ранимые, наши любимые. Когда человек любит, он очень ранимый. Любовь делает человека ранимым, чувствительным. Но когда человек стремится к чему-то в своей жизни, он становится очень устойчивым. Поэтому женская природа отвечает за любовь, чувствительная природа, а мужская — за победу. Первым делом, первым делом самолеты, а женщины, а женщины потом. Чем должен стремиться к победе. Чем должен стремиться к победе. Женщина стремится к гармонии. И это объясняет, что жизнь человека предназначена для любви, для знания. И это всё должно вечно жить в нашей жизни. Человек не умирает. Тонкое тело не умирает. Ощущение себя как Личности не умирает. Умирает грубое тело. Душа, умеет духовную природу, не оставляет даже тонкое тело. То есть всё, что мы накопили в этой жизни психически, мы всё оставляем с собой. Всё, что мы накопили грубого, то есть деньги, дом, всё, что мы на грубом плане накопили, мы всё теряем. Поэтому самое главное в жизни человека это копить то, что остаётся собой. Человек это должен понимать. А всё остальное имеет второстепенное значение. Необходимость для жизни в этом теле. Но мы потом ещё в следующем теле будем жить и так далее. Точно так же веды говорят, как человек засыпает. Он себя не помнит в это время. Или частично помнит. Точно так же человек уходит из жизни. Веды объясняют, что всё в этом мире движется циклами. Атом рождается. Период полураспада уничтожается. Вот от чего атомная бомба-то возникла? От того, что учёные обнаружили, что атом распадается. И он имеет срок жизни свой. Видите, день сменяет ночь. Всё движется циклами в этой жизни. Циклами. Есть цикл движения Солнца. Есть цикл движения Земли. Есть цикл движения атома. Есть цикл движения духовного атома, который называется человеком. «Рождение в теле, зрелость, старость, переход в другое тело». Ночь означает небытие. То есть мы себя не понимаем в это время. Но потом наступает бытие. Нет смерти. Если человек это понимает, уже меньше стресса. Так? Ра-ра! Ра-ра! Не распадусь с концом олым, Буду вечно молодым. Песня такая есть. То есть ещё вера человеку дает молодость. Когда человек во что-то верит, он тоже счастливый, молодой. Видите? Ну, то есть человек живёт в этом мире для знания. И это объясняет, что знание даёт возможность быть счастливым. И стресс, который возникает у нас, это что такое? Это попытка понять, что делать. Вот, допустим, у кого сейчас такое состояние, что вы не можете спать по ночам, думать, думать, это значит, что у вас стресс. И стресс, а что, о чём вы думаете? Не знаете? А я вам скажу точно. Вы думаете о том, что делать. Вы хотите знать, как жить дальше. Хотите знать. Вам не хватает знания, поэтому вы не спите. потому что знание приносит счастье. Любовь, вот эта энергия любви или энергия счастья нуждается в знании. Без знания нет счастья. Вот, допустим, муж и мой встретились, начали жить вместе. Сначала они просто балдели друг от друга и думали, что это любовь. А это же любовь. Наслаждение друг другом или влюблённость, которую мы считаем любовью, на самом деле, это расходование энергии любви. Любовь, по сути, не расходование энергии любви, а её пополнение. А пополнение энергии любви — да, вот когда мы балдеем друг от друга, это не любовь, это пользование друг другу. Вот смотрите, у меня есть две сестренки родная, двоюродная. Они сидели возле телевизора и увидели курочку. И родная говорит, я люблю курочку, она такая вкусная. И по пять лет было бы, а двоюродная заплакала. Она говорит, я тоже люблю курочку, я хочу, чтобы она жила. Чувствуйте, любовь бывает разной. Одна любовь означает «пользоваться», а другая любовь означает «отдавать». Я зашел по лесу и увидел большого, красивого, с рогами жука. Никогда не видел такого. И захотел схватить. Ну, он такой, ну, учится же поменять, он такой большой, крепенький. А она говорит, не трогай, он испугается. У кого больше любви? Понимаете, я согласился, хотя мне хотелось его, но я согласился с ней. Ну, он же тоже живой. У него свои есть эмоции, чувства. Он испугается просто, и все. И поэтому я не стал его брать, хотя хотелось. Так иногда девушку хочется схватить красивую такую. А есть жена. Ну, у девушки тоже будет стресс, потому что же девушка, она же тоже, если ее схватили, она уже плавно начинает строить. Не просто так, типа схватили, помяли и все. Так не получится. Она начинает планировать всю жизнь, уже сколько детей у нас будет, какая квартира. А ты женат оказался, понимаете? То есть любовь не означает пользоваться чем-то. Любовь означает отдавать. И в нашей психике спонтанно, неосознанно сидит желание пользоваться. Всегда и у всех людей. И поэтому цель этой жизни — знание. Нужно с помощью знаний победить в себе эту склонность пользоваться и научиться отдавать. И когда это происходит, человек становится счастливым. Специально я хотел, чтобы я скинулся на него. Особенно когда я скажу что-то важное, что просто говорят, что все они не писали. И поэтому, когда вот это желание в какой-то сфере жизни, желание пользоваться, становится огромной силой. То есть оно становится очень сильным. И в верхах это называется привязанностью. Или гармония, или баланс энергии любви заканчивается. Я хочу себе привязанность. Тогда в этом случае этот дисбаланс приводит к стрессу. Среда всегда стремится к гармонии. Например, мать наслаждается ребенком. Ребенок рождается, он наслаждается. И мать. Полочку целую. И мать. А-а-а. Это желание наслаждаться. Заметили, что даже дети иногда так не устали по-другому. Тебе. Ну, мать вроде бы родная, она и уступная. Какой-то не очень довольный. Она его заучила. Так? Бывает такое? Зал весенничный. Так, это настройка света такая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Итак, ребенок в этом случае, когда мать постоянно наслаждается им, начинает чувствовать себя центром вселенной. Он начинает чувствовать, что я источник любви. Когда такой ребенок в таком настроении вырастает, он о матери не заботится потом, как мать думает. Я вот сегодня наслаждаюсь им, а завтра он обо мне будет заботиться. Ничего подобного. Он говорит, мама, денег давай. У него нет идеи, что маме надо служить. Эту идею надо ребенку принимать. Потому что сама эта идея в человеческое сердце не входит. Она приходит с помощью знания. Поэтому любовью матери к ребенку является не ее желание наслаждаться его телом, а ее внутренний долг, внутреннее чувство, что ребенка надо обучать, быть хорошим человеком.